Здравствуйте! А теперь в эфире сводка происшествий города и округа за минувшие сутки. В Новом Уренгое продолжаются поиски 39-летнего Гумара Бигбова. Напомню, мужчина приехал на заработки в газовую столицу и с 26 августа не выходит на связь с родственниками. В городе мужчина не имел постоянного места жительства и обитал в компании, ведущей аморальный образ жизни. Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Гумара Бигбова, просит обратиться по телефонам, которые указаны на экране. В ноябрьске вот уже больше недели продолжаются поиски 15-летнего Даниала Кахруманова. Подросток ушел из дома утром 26 августа. С тех пор о местонахождении ничего не известно. На вид мальчик около 14-16 лет. Рост 165 сантиметров, худощавого телосложения, волосы черные, средней длины. Был одет в короткую ветровку серого цвета с капюшоном и серые кроссовки. Известно, что подросток уже неоднократно уходил из дома. Всю информацию о его местонахождении ждут по номерам, которые видите на экране. Телефонные аферисты обманули жительницу Ноябрьска на 200 тысяч рублей. Так горожанке позвонила неизвестная женщина и представилась сотрудницей службы безопасности банка. Доверчивой ноябрянке она сообщила, что с ее карты пытались списать 15,5 тысяч рублей. Как вы уже поняли, женщину обманули. Для якобы блокировки списания у нее запросили номер карты и три цифры на оборотной стороне. Позже Ноябрянка рассказала, что испугалась и растерялась, а потому доверила свои данные незнакомке. После этого с карты исчезла без малого 200 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье кража. В Надыме осудили жителя поселка Пангоды за организацию подпольного игрового клуба. В прошлом году мужчина разместил игровое оборудование в нежилом помещении и пускал туда только ограниченный круг лиц. С июня по октябрь 2018 он принял от посетителя более 300 тысяч рублей в качестве ставок. Позже клуб прикрыли полицейские, изъяв пять одноруких бандитов. Пока шло предварительное следствие, на имущество обвиняемого был наложен арест. Судом ямальцу назначено 120 часов обязательных работ. Наказание нашло еще одного ямальца. Так в Муравленко осудили мужчину за подпольную продажу алкоголя. Известно, что за такое же деяние он был оштрафован в ноябре прошлого года, но при этом продолжил приторговывать из-под полы. Горе-предприниматель не понял с первого раза и продал две полулитровых бутылки коньяка, каждая за 800 рублей, не имея при этом лицензии. За это он заплатит штраф 60 тысяч рублей. К этому часу у меня все новости. Будьте внимательны на дорогах, берегите себя и окружающих. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok